МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После празднования Нового года открылся российский «Третий глаз». На лентах информагентств стали появляться сообщения о мальчике, воспламенившем взглядом родительский дом, о строительстве звездотрона и даже о загадочных случаях астральной половой агрессии. Пытливому российскому журналисту давно известно, какой бы экзотична ни была мировая тема, она обязательно имеет продолжение у нас. Страна большая, но разве пришельцы пролетят мимо нее? Наш корреспондент Андрей Лошак выяснил, да, удивительное рядом, и оно не запрещено. Специальные агенты, расследующие паранормальные явления, бывают только в американском кино. Жизнь прозаичнее. Крупнейшая организация уфологов «Космопоиск» ютится в подвальчике, денег нет даже на секретаршу. На карте отмечены аномальные зоны, где НЛО встречаются особенно часто. Аномалиями покрыта вся сторона. Каждый уфолог хоть раз в жизни видел это. Я видела НЛО. Причем я видел, как бы, можно сказать так, и диско классический, и вот знаменитый треугольник. Причем вот даже вот треугольник я наблюдала уже в сильную оптику. Меня, например, очень поразила их способность. Вот они вот нищие маскируют, как свое подзвездное небо. В углу портрет академика Круглякова, председателя комиссии по борьбе с лженауками. Врага надо знать в лицо. Отличие академических ученых от уфологов, они это не видят. Ну ученые все-таки сидят в кабинете. Видят, видят-то в основном не ученые. Вот в этом-то вся проблема. Видят сельские жители, видят крестьяне, человек, едущий на дороге, водитель. Каждый месяц экспедиции в аномальные зоны. Пять лет назад в небе над Калужской областью что-то зависло, затем упало и пропало. Космопоиск снимает свидетельства очевидцев. Что видели в небе, материк, метеорит или вертолет, осталось неясным. Ну что, Шулик, рассказывай вот. Рассказывай, ну расскажи ты. Ребят, это за прошлый год или когда, осень, чего? Прошлый, прошлый, ребят. Ну вот материк падал, а что тут? А? Метеорит. Твой материк, твой-то летел. Ну ты ж больше слышишь это. Да, ну ты ж больше слышал. Зимой ты говоришь, летом ты ходишь в магазин, там разговоры. За прошлой осенью. Летит, да. Профеллером, круть, 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 да. Ну как вот, да. Космопоиск каждый год прочесывает лес в поиске обломков. Пока ни одного не нашли. Говорят, обломки местные жители, проявив оперативность, сдали в пункт приема цветных металлов. Один из важных свидетелей через год умер. Отравился фальшивой водкой. Водку по дешевке выпили. И он, желудочек отравления прислали, его резали. Соро годом, мак. Парню. А цитон выпили? Не цитон один, водка, с подаката, продается по дешевке цитон. Поняла, поняла. Пьянство бич отечественной уфологии. Знаменитый кыштымский карлик, крохотное существо загадочного происхождения, был найден пенсионеркой, раздавлен насмерть соседом-алкоголиком, останки обменяли на бутылку водки. Печальная судьба гуманоидов России. Космопоиск установил местонахождение загадочного карлика. Ныне он пылится в гараже у нового русского. Это, извините, не национальное достояние. Это в настоящий момент не более чем побрякушка и фетиш, признак богатства одного одежного человека. Каждый день в космопоиск приходят около 10 писем от людей, вступивших в контакты с представителями иных цивилизаций. Эта пачка за последний месяц. Даже уфологи относятся к ним скептически. Статистика такова. Примерно из 100 писем контактерских, около не более 3-4 действительно имеют подтверждение на практике. Олег Соломенников – инвалид детства и мужественный человек. В родном Ногинске известный предприниматель, владелец кинотеатра, оборудованного по последнему слову. Контакт с пришельцами впервые состоялся пару лет назад. Видимо, учтя печальный опыт каштымского карлика, контакт пришельцы установили телепатический. Разговор шел по какому-то каналу энергии, который мы техническим образом, по-моему, не в состоянии воспринимаем. То есть, вот каких-то там существ вы не видели? Я не знаю, если, так сказать, вы хотите это услышать, то я бы вам с удовольствием бы соврал, но я этого не собираюсь делать. Нет, я не видел. Французский основатель сектора элитов до контакта был редактором журнала об автогонках. Олег в прошлом сам автогонщик. Блестяще водит свое Рено с ручным управлением, неоднократный победитель гонок на выживание. Как и знаменитый Раэль, хочет теперь создать организацию, чтобы передавать знания, полученные от пришельцев. Как и Раэль, предсказывает скорый конец света. Правда, по его данным, апокалипсис случится на год раньше. Это цивилизация. Они приговорили своего рода нас... Ох, Господи, вот сейчас мы подходим, опять же, так называемые... Сейчас я встану на стидию, которую не любят, травмыслящие люди, предсказатели конца света очередного. Но, как мне было сказано, в 1934 году... В 1934 году... В 2014? Да, с нашей цивилизацией будет покончено. Имя этого 9-летнего деревенского мальчика из Архангельской области на этой неделе попало в новостные агентства. В минувший понедельник из его глаз стали летать огненные шарики, что немало попортило обстановку в доме его бабушки. Подтверждает это даже глава поселковой администрации. Я пришел, посмотрел, убедился, что да, действительно. И чего убедил? Вот видел обгоревшие клеенки по краям. Дальше вижу, значит, вот эти... Банка с вермишелью стояла на столе, значит, вот вижу эти... Ложки сломанные мне тоже самое показали. Значит, ну, следы вот эти внешние, которые были, значит, вот и корзиночка вот эта, и обои, значит, в ряде мест, одежда вот та, что там выброшена была. Позже выяснилось, опять виноваты во всем инопланетяне, вступившие с мальчиком незадолго до происшествия в контакт. У них там свой словар есть. Бываю по пятницам у них вечером. Ты бываешь у них где? Там. В космосе? Угу. Академик Академии информатизации Владимир Ажажа уфолог с 30-летним стажем, автор множества книг, в том числе брошюры, как вести себя при встрече с инопланетянином. Число контактов растет, нужны советы профессионалам. Если вот пришелец, так сказать, уже, ну что, вести себя достойно, никаких агрессивных движений, вот, никаких там объятий и рукопожатий, потому что, может быть, истолковано по-другому совершенно. Например, когда волк скалит зубы, мы же не говорим, что он улыбается, например, так сказать, вы понимаете. Да, могут быть совершенно разные представления о морали, о нормах поведения. Поэтому лучше вести себя сдержанно, ну, так, как вот вас чили в школе. В институте послеконтактной реабилитации еще один академик Академии информатизации Валентина Привалова ведет статистику. Из 100 контактов 95 отрицательные и проходят на телепатическом уровне. После них контактант нуждается в реабилитации. Альбина Александровна спрашивает у Наташи, что она чувствует при работе. Желтая, зеленая. Наташа видит цветовую гамму, ощущает вращение, работу вихревых полей, по часовой стрелке. С Наташей представители нового разума вступили в контакт прошлой весной, в неприятной для слуха форме. Она стала слышать голос механического Буратино. После курса реабилитации Буратино исчез. В результате вот такого голоса, механического голоса, механического Буратино, естественно, что когда у вас звучит в голове такой голос, механического Буратино, и это звучит в то время неподходящее, когда девочка либо спит, либо идет, либо учится. Это очень влияет на нее. Есть случаи пострашнее. По терминологии Голливуда, близкие контакты третьего вида порой выходят за рамки приличия. Называется это астральная половая агрессия. Между сном и явью осуществляется насильственный, воспринимаемый человеком, контакт, половой контакт. В ощущениях, как он ощущается, как обычный контакт сексуальный ощущается на земном плане, только в более явной, чувственной мере. Только потом осложнение бывает. Центр космического разума находится на 17-м этаже 16-этажного дома. Его глава, господин Вселенский, по удивительному совпадению, тоже академик Евразийской Академии Жизни. В основе его учения – железная логика, понять которую можно только с помощью космического разума. Путин ходит по паркету восьмой восьмиконечной матрицы. И храм Христа Спасителя тоже восьмиконечная. И сейчас у нас идет квантовый переход, смена полюсов. И этот квантовый переход, он будет проходить на частоте 13 Гц. Вот это называется звездотроны. На занятиях в школьном спортивном зале полное взаимопонимание, добровольные взносы и богатая духовная жизнь. Тарелки есть, но есть эти злые, есть добрые. Это я не с космоса, сказали. Я разговариваю, у меня же свой наставник есть. А как происходит, я не вникала в это, меня не интересует. У нас много предметов, нагрузка большая дают. Главное, по мнению академика Вселенского, подготовить землян к встрече с инопланетным разумом. Жаль только, во Вселенной действуют те же законы, что и на Земле. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Представители высших цивилизаций нам просто помогают в виде рекомендаций вот этих защит, которые в этом. Но вот эта эвакуация землян, сейчас она запрещена. По высшему Вселенскому закону она просто запрещена. Поэтому хотите выжить, то докажите, что вы как раз совершенны в этом отношении. Инженер-предприниматель Александр Голод построил по всей стране около 30 таких пирамид. Сообщаясь с космосом, они защищают местность от вредных воздействий. Это американцы развертывают СОИ и другие дорогостоящие космические программы. У нас таких денег нет, так что защищаемся как можем. Андрей Лошак, Роман Иванов, НТВ.